Румынская народная сказка. Мудрая царица. Жил давным-давно царь, и был у него при дворе управитель. Однажды позвал к себе царь этого управителя, приказал ему взять с собой две тысячи овец и продать их на базаре. А как продаст, принести вырученные деньги, да и овец обратно пригнать. Услыхал об этом управитель, опечалился. Разве можно овец продать, да их же и обратно пригнать? В глубоком раздумье вернулся он домой. Его дочка, ей было лет семнадцать, спросила, отчего он такой печальный. Как мне не быть печальным, дочка, отвечал отец. И он рассказал дочери о приказании царя. Только это тебя и огорчило, спросила дочь. Успокойся, отец, это пустяки. Делай только так, как я тебе скажу. Как же, доченька, а вот как. Возьми овец и пойди с ними на базар. Там остриги их, продай шерсть, получи деньги и приходи обратно. И с деньгами, и с овцами. Вот ты и сделаешь так, как тебе было приказано. Как услышал такие слова, управитель повеселел и на другой день, посвистывая, погнал овец на базар. Там он сделал все, как его научила дочь, получил за овечью шерсть деньги и спокойно вернулся домой и с деньгами, и с овцами. Увидел царь, что управитель справился с поручением, смекнул, что его кто-то подучил, и спрашивает, Кто научил тебя так поступить? Есть у меня дочь, твое величество, это она научила меня, ответил управитель. Услышал царь такой ответ и говорит, иди домой и прикажи своей дочери тотчас же явиться ко мне во дворец, но ни на коне верхом, ни пешком, ни по дороге, ни обочиной, ни одетой, ни раздетой, ни с дичью, ни без дичи, ни в рубашке, ни без рубашки. Снова пошел управитель домой печальный. Разве может, думал он, моя дочь, исполнить такое приказание? Дочь же выслушала отца и сразу попросила. Отец, приведи осленка, который с овечьим стадом ходит, да принеси мне сеть и двух живых зайцев, а дальше уж положись на меня, я тебя не осрамлю. И когда отец принес ей все, что она просила, завернулась девушка в сеть, села она ослабоком, взяла зайцев под мышку, а под сеть надела скроенную, но не сшитую рубаху. Так отправилась она к царю, придерживаясь середины дороги. Увидел ее царь из окна, удивился, собаки же с царева от двора подняли лай и бросились на нее. Тут выпустила девушка на волю двух зайцев, и собаки помчались за ними. Девушка же проехала прямо ко дворцу и сказала, Доброго здоровья, Твое Величество! Спасибо, девица! Что же ты? Я ведь приказал, чтобы ты добралась до меня ни на коне верхом, ни пешком. А я приехала к тебе на осле, отвечала девушка, и сидела на нем боком. Царь, я приказал, чтобы ты шла ни дорогой, ни обочиной. Девушка, я шла как раз там, где проходит дышла. Царь, ни одетая, ни раздетая. Девушка, а я в сеть завернута. Царь, ни в рубашке, ни без рубашки. Девушка, сейчас я ее дошью. Царь, ни с дичью, ни без дичи. Девушка, за дичью погнались собаки. Я бы тебя взял в жены, сказал наконец царь, пораженный умом девушки. Хорошо, ответила она, но только с одним условием. Если ты будешь не по совести разбирать споры своих подданных, то я сама буду их разбирать. Согласен? Согласен, отвечал царь, и тот час же пригласил всех бояр на свадьбу. Прошел месяц после женитьбы. Царя на дочери управителя двора. И вот открылась в тех местах большая ярмарка. Поехал царь на ярмарку, а жену оставил дома. На второй день после отъезда царя стоит царица у окна и видит. Идет по дороге мужик, ведет корову, а за коровой бежит теленок. Как свечерела, заметила она, что идет тот же мужик обратно, но только уже без теленка, а с одной коровой. И плачет. Приказала тут же царица привезти к ней мужика. Почему ты плачешь? Спросила она, когда его привезли к ней. Как же мне не плакать, Твое Величество, ответил мужик. Всего только был у меня один теленок, и того отняли турки. Сказали, что это их лошадь теленком разродилась. И отняли. А разве не было там в ту пору царя, чтобы не дать тебя в обиду? Спросила царица. Как же был? Но только он их сторону взял. Как услыхала такие слова царица, приказала мужику прийти на другой день утром ко двору. Просить у царя разобрать дело по справедливости. Сегодня вечером он вернется с ярмарки. Я же буду завтра рядом с ним, добавила она, и научила мужика, что говорить. На другой день пришел мужик на царский двор и попросил дозволения говорить с царем. Позвал царь мужика к себе. Доброго здоровья, Твое Величество, сказал мужик. Спасибо, что тебе надо. Да видишь ли, Твое Величество, вот какое дело. Есть у меня малюсенький кусочек земли. Будь он проклят, тянется до самой речки. Я, Твое Величество, пасу на нем ягнят. Но вот выскочил карп из воды и съел всех ягнят. Что ты за вздорго родишь? Как это может карп съесть ягнят? Прошу прощения, Твое Величество, а как же смогла турецкая лошадь моим теленком отелиться? Услышал царь такие слова и сразу же спросил мужика, кто его надоумил. Мнется мужик, пытается увильнуть от ответа. Не скажешь, пригрозил царь, быть в Твоей голове там, где Твои ноги. Так и пришлось бедному крестьянину сказать царю правду. Как узнал царь правду, разгневался, позвал он царицу к себе и приказал. Убирайся прочь из моего дома, как ты осмелилась изменить мое решение? Ладно, уйду, вздохнула царица. Но раньше давай устроим большой пир. Согласился царь и устроил большой пир. Как кончился пир, поднялась царица, взяла в руки стакан с вином и обратилась к царю с такими словами. Об одном тебя прошу, Твое Царское Величество, когда я уйду, позволь мне взять из дома то, что для меня самое любимое и дорогое. Бери, согласился царь. Как услышала царица эти слова, так взяла сонный порошок и незаметно подсыпала царю в стакан с вином. Выпил царь, упал головой на стол и захрапел. Тогда взхватила его осторожно царица себе на спину, отнесла в повозку и увезла к себе домой. Как проснулся царь, удивился. Где я? спросил он. У меня Твое Величество, ответила царица. Как же ты смело, крикнул царь. Ты позволил мне взять из дома самое для меня любимое и дорогое на свете. Вот я и взяла тебя. Просветлело у царя лицо от радости, когда он услышал такие слова. Ты достойна моей любви, сказал он, целуя свою жену. Вернемся домой, и теперь ты сама разбирай все споры. С этих пор зажили они дружно, а суд в их царстве был всегда таким справедливым, что молва о нем шла по всему свету, и все говорили, что там царство самого правосудия. Редактор субтитров А.Семкин